Петроград, Ленинград, Санкт-Петербург. Это город противоречий, он надменно царский на вид, но простонародьем наречий дышат его сталь и гранит. Город вроде строгий и чинный, но вокруг народ разбитной, как бы очень консервативный, с революционной судьбой. Город многонациональный, только русский до глубины, и церковно-патриархальный, и безбожный он до поры. Город веры, музыки, света, город смелых русских людей. Здесь стояли насмерть поэты за свободу этих камней. Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! Наше рок-путешествие, посвященное 40-летию Ленинградского рок-клуба, продолжается. Мы посещаем выставки, посещаем музеи, посещаем всякие мероприятия. И меня осенила одна идея. А не написать ли мне песню про Питер, пока я здесь? Про свой любимый город. Один из моих любимых городов. Про Москву я одну песню написал. Называется она «Московский рок-н-ролл». В этой песне я признался в любви к своему городу. Теперь надо про Питер, про северную столицу. Ведь мне очень нравится этот город. И сплю я мало, просыпаюсь рано. И пока мой режиссер досматривает сладкие сны в прекрасном номере отеля «Ренессанс», я постараюсь перед очередными экскурсиями и сочинить эту песню, написать ее про этот прекрасный город. С его шикарными строгими проспектами, каналами, каменными мостами, вкусными ресторанами, прекрасными гостеприимными людьми и множеством памятников, в том числе и питерским поэтам. Вот, думаю, эта идея и будет главной. То есть, с одной стороны, каменная, холодная европейская строгость, а с другой стороны, глубокая чувственность, возвышенная поэтичность. Поэтому сегодня мы поездим к памятникам различным ленинградским и санкт-петербургским поэтам и, конечно же, к памятникам архитектуры. Будем снимать материал для клипа. А может быть, я сразу и сочиню все по ходу и сразу же напою, чтобы не затягивать с производством песни и клипа для вас. Так что, начнем. Конечно же, в Питере жили и творили сотни поэтов, и многие из них являются очень значительными фигурами в русском искусстве. Но мы не сможем объехать всех в связи с дефицитом времени. Поэтому я решил проехаться по самым значимым поэтам, оставившим глубокий след, самый глубокий след в русской поэзии и, соответственно, в общественном сознании, в душах русских людей и в моей личной душе. Начнем с Александра Сергеевича Пушкина. Его, конечно, можно назвать и московским поэтом, так как он родился в Москве, но можно назвать и санкт-петербургским поэтом, так как он здесь и учился в Царско-сельском лицее, и жил много лет, и творил здесь много лет, и написал здесь «Медного всадника», и писал здесь «Онегина». И умер он здесь, раненый на дуэли, на Черной речке. Похоронили его, правда, в Пскове. Но все же, я думаю, что он не питерский, не московский, он великий наш русский поэт, так как именно он научил нас говорить современным русским языком. В Санкт-Петербурге в честь Пушкина названы и улица, и станция метро, и даже город Пушкина. Здесь ему поставлено и установлено 9 различных памятников, бюстов и барельефов. Самый известный это, конечно, вот этот. На площади искусств, где мы сейчас и находимся в этом сквере. Перед русским музеем, сзади нас это русский музей. Скульптуру эту сделал скульптор Аникушин. И установили ее в 1957 году. Есть еще памятник на Пушкинской улице. Скульптора Апикушина, похожая фамилия. И открыт он был аж в 1884 году. Есть памятник во дворе на набережной реки Мойки, дом 12, который установлен в 1952 году. Есть в вестибюле метро Пушкинская. Опять-таки скульптора Аникушина. Есть памятник у Царскосельского лицея, скульптора Баха. И еще есть ряд бюстов и памятных досок и барельефов. Ну а по-другому и быть не может. Ведь Пушкин наше все. Помните это знаменитое вооружение? Пушкин наше все. Ибо язык это то, что всех нас объединяет, наверное, в первую очередь. Конечно, нас объединяет и вероисповедание, и национальности. Но язык это реально то, что объединяет людей. Человек той национальности, на языке которым он думает. Александр Сергеевич, конечно, очень любил этот город. Он вообще жизнь любил. Поэтому у него и стихи были такие прекрасные, жизнерадостные. Хотя у него была тяжелая жизнь. Он все время балансировал на грани нищеты. Всегда не хватало денег. Весь в долгах, в шелках. Всегда его царь поддерживал. Потому что понимал, что он очень талантливый. И поэтому, конечно же, Питер отражен в его стихах. И в первую очередь в его бессмертном Евгении Онегине. Где видно, как меняются его взгляды на Петербург. В зависимости от его возраста. И в зависимости от происходящих событий. И я вот сейчас вам напомню, как эти взгляды менялись. Юношеские, а потом все позже и позже. Вначале он говорит восторженно, по-юношески. Волшебный край. Там в старые годы сатиры смелый властелин. Блистал Фанвизин, друг свободы. И переимчивый княжнин. Там озеро в невольной Дании. Народных слез, рукоплесканий. С молодой Семеновой делил. Там наш Катенин воскресил Корнеля, гений величавый. Там вывел Колкий, Шаховской, своих комедий шумный рой. Там и дедло венчал со славой. Там, там, под сенью кулис, младые дни мои неслись. То есть, вот так вот он восторженно воспринимал Санкт-Петербург. А потом, там же, в Евгении Онегине. Он уже немного говорит так по сдержанней. А Петербург неугомонный. Уж барабаном пробужден. Встает купец, идет разносчик. На биржу тянется извозчик. С кувшином Охтенко спешит. Под ней снег утренний хрустит. Проснулся утро, шум приятный. Открыты ставни, трубный дым. Столбом восходит голубым. И хлебник немец аккуратный. В бумажном колпаке не раз ужатворял свой васиздас. То есть, вот так вот он как-то уже буднично описывает будни города. А затем уже он смотрит на город сквозь призму царских гонений, ссылок. Город пышный, город бедный. Дух неволи, стройный вид. Свод небес зелено-бледный. Скука, холод и гранит. Вот как меняются взгляды людей в зависимости от возраста, от мировоззрения, от происходящих вокруг событий, политических и материального состояния. Ну, все влияет на человека. Поэтому вначале восторженность, восприятие мира. Затем трезвость, обыденность. А затем некое упадочничество. И так у многих людей. И поэтому я рад, что мне, Волощуку СД, удалось добиться того, чтобы вернуть и возродить свое радостное восприятие жизни детской. Радоваться всему, что есть на белом свете. Есть, что вкусно поесть. Радуйся. Нечего. Тоже радуйся. Потому что жизнь у нас одна. Это же великолепно. И именно это нравится людям в творчестве Пушкина. Его жизнерадостное отношение к жизни. И поэтому сейчас мы едем к следующему памятнику. Не знаю, какому, сейчас выберем. Поехали. Из жизни русской профессуры, из жизни докторов наук, истории вам без цензуры, расскажет рокер Волощу. Волощу, Волощу.